Можно прекрасно стареть, можно красиво стареть Мы все являемся заложницами культа молодости и культа красоты Они склонны к отёкам, даже к онкозаболеваниям Я, например, горжусь вообще тем, как ты выглядишь Ну да, совершенно неделю назад мне было 53 года Косметология не омолаживает Я не хочу быть красивой, потому что тогда другие мужчины будут смотреть на меня, и это не понравится моему мужу Потому что у тебя появилась морщина, беги срочно от неё избавляйся Брылья, опущение нижней трети — это важность, которую человек себе хочет добавить Потому что какой бы у тебя ни родился ребёнок, ты же его любишь Вот что тебе дали, там рыжий, я не знаю, голубоглазый, черноглазый, любого роста, ты же его любишь Здравствуйте, дорогие друзья, я приветствую вас на канале «С любовью к жизни» Меня зовут Валерия Михайлова Когда-то на протяжении практически 15 лет я вела передачи из студии телерадиокомпании «Регион Тюмень» А сейчас на своём канале я встречаюсь с удивительными людьми Записываю с ними интервью, благодаря чему вы получаете огромное количество бесценной, интересной и, самое главное, полезной информации Сегодня у меня особенный гость И, естественно, каждый подкаст я начинаю с этой фразы, но это действительно правда На самом деле об этом госте очень часто меня спрашивают в социальных сетях, задавая вопрос «Валерия, а кто ваш косметолог?» Так вот сегодня в гостях в этой студии мой косметолог, по совместительству моя подруга и совершенно потрясающая женщина Татьяна Рользинг Татьяна, я тебя приветствую в этой студии, спасибо большое, что ты приняла моё приглашение настоятельное Прийти и поговорить со мной в этом интервью Спасибо, Валерия, за приглашение На самом деле очень хочется прямо вот рассказать о своей профессии и о том, как замечательно и сложно и легко работать с красивыми лицами Потому что при работе с красивым лицом самое важное — его не испортить И я прям готова ответить на любые вопросы, рассказать все секреты, которые будут интересовать Самое главное, с чего я хочу начать наш с тобой разговор Когда мы готовились к интервью, ты произнесла такую фразу, которая меня очень сильно включила Ты сказала о том, что я доктор и я работаю с головой Но ты сказала ведь с определённым смыслом Ты работаешь безусловно с лицом, но ты работаешь с головой Когда ты поняла, что работа со внешностью женщины начинается с работы с её мышлением? Вот такой холистический подход, то есть это всеобщий подход к организму человека У меня уже достаточно давно на протяжении всей моей трудовой деятельности Потому что нельзя отделить кожу или лицо от головы Мы все едины И вообще сам человек — это всего 1% Вот само тело человека — это всего 1% от всего человека А остальное — это его энергетические оболочки И поэтому мышление, оно, конечно, управляет человеком Особенно его здоровьем, его внешностью Поэтому, в общем-то, я этим давно начала интересоваться Когда я ещё работала офтальмологом, врачом в поликлинике Нигинского У меня было много пациентов И один из них такой с воспалением, с таким жутким Мы месяц лечили его Там уже и ячмень был, и воспаление конъюнктива сильно Я там антибиотики меняла, делала дренаж И однажды я уже просто вообще сказала Ну, пожалуйста, перестаньте злиться Он такой, откуда вы знаете, доктор? Просто я знаю, что воспаление — это злость какая-то, агрессия на кого-то И она вот так вот выливается у человека И он через три дня совершенно здоровый Пришёл там с цветами, шампанским, ну и со всем набором для врачей Сказал, доктор, вы меня вылечили И здесь я, в общем-то, начала смелее говорить об этом людям Потому что вроде как врач, я здесь стесняюсь об этом Только физика должна быть, да? Да, вот такое воздействие Когда здесь вот мы видим тело, мы его вот и лечим А на самом деле разговор, слово, оно очень сильно лечит человека И это же я... После этого, в общем-то, события я ушла в работу со здоровыми людьми в косметологию Потому что в косметологию приходят люди, которые хотят быть красивыми Хотят жить, радоваться жизни Им как раз вот такие советы, они готовы вот это всё воспринимать, выполнять И мне больше интересно работать с людьми, которые готовы менять что-то в своей жизни Чтобы поддержать своё здоровье, красоту, молодость на долгие годы Ты знаешь, я абсолютно уверена, что когда к тебе приходит пациентка и ложится на кушетку Она приходит к тебе не только как к косметологу, абсолютно точно Вот мы с тобой, когда я у тебя лежу на кушетке, у нас с тобой разговор двух коучей Мы начинаем, то есть у нас совершенно другого качества разговора, да? И мне кажется, что ты абсолютно точно по тому, что тебе говорит женщина на кушетке Можешь определить, что тебе ей ответить И самое главное, что тебе сделать с её внешностью Так ведь это? Я уже точно знаю, что именно косметология, вот эти косметологические процедуры Только они не омолаживают Я прям вот это заявляю чистосердечно, потому что если мы чисто внешне омолаживаем, наводим красоту То наша работа как косметологов, она, к сожалению, видна И когда это... Почему, к сожалению? Ну, потому что я люблю, вообще я работаю, и мой почерк работы — это естественный результат А, чтобы не видно было, что косметолог прикасался Да, и вообще вот ко мне пациенты как раз и ходят за тем, чтобы не видно было работы косметолога А почему это получается? Потому что на самом деле красота, истинная красота, она идёт изнутри И женщина зачастую, когда приходит к косметологу, они хотят снаружи закрыть какие-то недостатки свои внутренние Навести красоту, чтобы люди, которые встречали их, они видели их красоту и уже там внутрь не заглядывали, скажем так Не обращали внимания на какие-то неполадки внутри Даже знаешь, как, наверное, они хотят, чтобы неполадки внутри ты закрасила изменениями снаружи Вот, вот, а это всё равно видно Не работает Не работая с внутренним состоянием человека, когда просто что-то там вот увеличиваешь, да, по просьбе Я, честно говоря, уже давно у меня косметология — это моё хобби, скажем так Как я с этим работаю прям в удовольствии, я должна сама видеть вот этот замечательный результат У меня даже пациенты, когда я заканчиваю работать, я говорю, о, я довольна Они говорят, а вот это самое главное Вот это прям самое главное должно быть, чтобы вы были довольны Потому что я знаю, что если вы довольны своей работой, то я точно буду довольна Это отражается, когда вот внутренний блеск в глазах появляется у человека Тогда там вот что-то добавишь там в косметологии, там увлажнишь кожу Какие-то элементы, даже пилинг сделаешь И научишь человека, как дальше поддерживать себя и ухаживать за собой Вот прям вообще я с удовольствием отпускаю людей дальше ухаживать за собой И они прям счастливы идут украшать мир, да, своей красотой И изменив их не только внешне, но и внутренне Я помню, ты мне однажды сказала такую фразу Ты сказала, сколько бы женщине, не поднимая уголки губ Да, есть такие препараты, я не пробовала уже, у меня они, по-моему, всегда подняты Их вкалываешь и прям поднимаются Потому что с возрастом они от, даже знаешь, не от того, что с нами случалось А от того, как мы на это реагировали Они не опускались И ты сказала, что даже если женщине поднять уголки губ, они всё равно, ну, как бы искусственно, да Они всё равно со временем опустятся Потому что наше лицо — это наше мышление И я запомнила это совершенно всегда Потому что любые наши эмоции, они, конечно, отражаются на лице И человеку уже за 35 мы точно знаем, какие эмоции превалируют у этого человека И даже если этот пациент пойдёт и на пластическую операцию Не говоря уже о введении там нитевых технологий Или филлеров, да, уголки губ мы поднимаем этими препаратами Даже после пластической операции эффект будет держаться недолго А какой основной вопрос задают пациенты, когда они видят вот такую красоту на лице Они говорят, она долго А здесь я говорю, это насколько вы продержите своё внутреннее состояние Если пациент всё-таки скатывается на свои привычные эмоции У него эффект, ну, три года держится после операции Ну, кстати, и многие говорят Почему у моей соседки продержался там 10 лет эффект, а у меня там три года? Ну, потому что соседка изменила какие-то мысли свои, эмоции, отношения к жизни А у вас, может, это не получилось Поэтому насколько длительно продержится эффект, это уже зависит от самого пациента Потому что вот эти брыли, опущение нижней трети Это важность, которую человек себе хочет добавить вот этим состояниям Носогубные складки, например, это когда человек больше испытывает скорбь или там недовольство Круги вокруг глаз, грыжевые упячивания, это уныние Ну, вот с этим приходится тоже работать Я сразу думаю, так, у меня что? А вот эти вот, как называются, гусиные лапки? Гусиные лапки, твады надо больше пить Хорошо И косметику нужно наносить Скажи, пожалуйста, какие основные психологические барьеры Есть у женщин, которые к тебе приходят для того, чтобы начать меняться? Основные психологические барьеры — это, конечно, страх Страх быть красивой Страх быть красивой Об этом зачастую не признаются женщины Ну, как? Ну, вот какая нормальная женщина скажет, что я боюсь быть красивой На самом деле это очень страшно Ты здесь становишься сексуальной На тебя начинает Видимой Видимой Смотреть начинать Тебе надо уже следить за своими мыслями Следить за своим поведением Это ответственность определённая Я никогда об этом не думала Расскажи Эта практика я применяю, когда человек готов работать со своим подсознанием И когда пришла женщина с излишним весом Я, конечно, ей предложила то, что образ жизни поменять Всё это расписала А также ввести липолитические коктейли и так далее И вот проговорила, что можно провести тета-сессию Потому что тогда мы узнаем установку, причину Зачем этой замечательной девушке иметь лишний вес На что она согласилась Причём у каждого свои причины Это очень интересно Вот у этой девушки было то, что она Оказывается, когда мы ввели в состояние тета Состояние головного мозга Она сказала, что я не хочу быть красивой Потому что тогда другие мужчины будут смотреть на меня И это не понравится моему мужу Мурашки, честно говоря, не знаю почему То есть, и она не могла даже догадаться Она боялась гнива мужа Да, она не хотела, чтобы он там ревновал и так далее А мы поменяли эту установку А что если муж будет ещё восхищаться и гордиться И наоборот ещё больше будет влюблён, когда вы будете прекрасная Она что, так может быть, что ли? Она удивилась И мы заменили эту установку В общем-то, и у неё вот этот похудательный процесс прошёл гораздо быстрее Вот, представляешь, так бывает У каждого классно Ну, скажем так, беда-то в том, что люди это не осознают То есть вот этот дисконтакт со своими желаниями высшими А что человек хочет как раз А вообще восприятие себя Вот красота — это как раз истинное восприятие себя Насколько себя женщина чувствует, насколько знает Все свои недостатки и любит, и принимает их Потому что, ну, мы все не идеальные Нет плохого, нет хорошего Уже, кстати, вообще давно к этому Когда меня спрашивают, а как хорошо? Да хоть как хорошо Главное, чтобы это тебе нравилось И было экологично Да, экологично и в твои принципы жизни входило Вот, поэтому что такое красота на долгие годы Это когда вот истинное восприятие своей красоты Истинное восприятие своей внешности Истинное восприятие себя Оно с годами только украшает женщину То есть не бывает там некрасивой розы Она там слегка увядающая роза или какая-то еще Но если черты лица даже прекрасные То с возрастом человек может вот это все изменение Привести к такой отталкивающей Даже красоте-то не назовешь Потому что обиды с течением времени настигают Или там это приводит к отечности А дутловатости лица И черты лица меняются А если женщина принимает себя Любит, кайфует от этой жизни То она с возрастом остается еще прекраснее Слушай, ну вот ты, конечно, красиво говоришь на самом деле Я понимаю, о чем ты говоришь И я согласна с тем, что ты говоришь Но давай, положа руку на сердце Мы все являемся заложницами Культа молодости и культа красоты И выбраться вот из этих оков Которые тебе с самого раннего детства Понимаешь, у тебя появилась морщина Беги, срочно от нее избавляйся Ну ведь это навязано И я прекрасно понимаю, что я тоже жертва этого Мне не нравится, когда у меня нападает резко старость Знаешь, заканчивается действие ботокса Я иду к тебе и говорю Татьяна, давай что-нибудь с этим сделаем Понимаешь, не так-то это просто Понятно, что помимо этого Я тоже работаю над собой И тоже работаю над позитивным мышлением Над оптимизмом Над принятием себя И прекрасно понимаю, что, знаешь, как говорится Биться в кровь, а железную старость Которая так или иначе все равно Возраст, он приходит, понимаешь Он все равно отпечатывается Ну то есть, как бы я не разглаживала свое лицо Мне никто не даст 20 Понимаешь Нет, я не за то, что я стремлюсь, чтобы мне дали 20 Но просто отпечаток времени, он все равно есть И вот как выбраться из этого плена Понимаешь, культа молодости и красоты Что сделать? Ты бы что посоветовала? Ну, во-первых, старость Это единственная возможность прожить долго эту жизнь Другого у нас нет То есть мы не можем Избежать старости Избежать старости Да, старость это, в общем-то, потому что мы долго живем И мы вот это Просто как мы достигаем этой старости Можно прекрасно стареть Можно красиво стареть Или можно реально там с морщинами увитать Это уже наш выбор На самом деле сейчас мы уже Когда человеку я вот поднимаю вот эту значимость тела Я учу их, как ухаживать за вот этим своим любимым телом И когда человек реально может ухаживать с любовью, с заботой за своим телом, как за маленьким ребенком То есть он его не накормит Чем попало Чем попало, да, фастфудом Он его будет поить Он его будет ублажать замечательными там средствами Он будет заставлять его двигаться Потому что это единственный способ Благодарить, поддерживать Да, да, да Вот это все Мне нравится вот это твое сравнение Потому что какой бы у тебя не родился ребенок Ты же его любишь Вот Да Вот что тебе дали Там рыжий Там, я не знаю, голубоглазый, черноглазый Там любого роста Ты же его любишь И тебе кажется, что твой ребенок, естественно, самый-самый Да И мне нравится твоя вот эта вот метафора сравнения ребенка с телом И тогда другое отношение совершенно к этому Ну, у женщины зачастую, да, потому что мы детей Ростим Умеем любить, да А вот себя нас как-то научили Ну, сейчас в последнее время, да, со всех там звучит Полюби себя, это нам сложнее понять Поэтому я уже женщине, да, привожу Ну, вот люби как любимого ребенка свое тело И относись к нему так Потому что даже Гиппократ еще говорил Что человеку нельзя помочь Если он сам не изменит свой образ жизни Сам не изменит свой образ жизни То есть когда человек начинает ухаживать и соблюдать Ну, вот самые такие методы легкие Я предлагаю создать утренние ритуалы Потому что утро — это самое такое время Когда мы можем начинать все сначала У нас много энергии И вот создать свои утренние ритуалы Когда ты в любом месте, в любое время Ты просто на автомате уже берешь и делаешь Расскажи о своем Ну вот, например, там проснуться и выпить стакан теплой воды Да, я предлагаю еще добавлять в теплую воду хлорофилл Да, я из-за тебя купила хлорофилл Замечательно, полуамерики купили из-за меня хлорофилл И теперь у меня вся семья пьет по утрам зеленую жидкость Мать такая, это что? А ты знаешь, мне все доверяют Я говорю, это Таня сказала купить Мы теперь все это пьем И мы это пьем Спасибо Что делает хлорофилл? Кстати, меня подписчики спрашивали, что он делает? Хлорофилл — это детоксикация Это щелочная среда, которая выводит все бактерии Там ненужные, которые они у нас занимают Огромное пространство в нашем кишечнике Патологическая фора, она просто уходит Да, с хлорофиллом Потом хлорофилл похож на гем железа И если недостаточно железа А у женщины это очень часто Патология устраивается И помогает мести кислород в наши органы и ткани Также хлорофилл разжижает кровь нашу И, кстати, выводит токсины Так что наши и пот, и запах становятся прекрасными Детоксикация мощная, да? Да, мы прям как цветочки начинаем пахнуть Поэтому хлорофилл на самом деле любят все И он очень приятный, и дети его пьют Поэтому с утра выпивать стакан с хлорофиллом Потом я еще предлагаю женщинам заваривать себе кисель сольного До еды Во-первых, лен богат омегами И еще лен содержит небольшое количество Стимуляцию фитоэстрогенов Которые тоже нужны нашему организму Особенно там в предклимактерическом возрасте А также лен тоже детокс замечательный Это на голодный желудок? На голодный желудок, да После хлорофилла мы выпиваем заваренную столовую ложку Кипятком лен И выпиваем любителям кофе Кстати, в Америке они вообще любят пить ледяную воду с утра Я тоже всех их перестраивала на стакан теплой воды Комнатной температуры О температуре воды я тоже использую знания аюрведы То есть все рекомендации, собственно говоря Пить воду, делать зарядку Питаться правильной едой Спать и ложиться раньше Это, в принципе, для всех И я начинала понимать, когда я вот это все говорю Что, как у меня одна пациентка замечает Очень классная фраза Мы не все на одном заводе штампованы То есть почему-то все разные Кому-то надо комнатной температуры воду пить, кому-то теплой И я начинаю изучать тогда аюрведу Которая четко разделяет всех людей На три, да, классификация На три типа людей Как вата, пита, капха То есть если ты вата, ты холодный и легкий Ветерок такой И тебе надо пить теплую воду Чтобы заземляться, чтобы согреться У них холодные руки всегда Они замерзают Им надо супчики есть Салаты им свежие не очень Ну, в общем, у них есть различия Показания свои И им надо спать Да, очень много А вот питом Таким активным деятелем, лидером Кто с тобой? Ну, ты точно пита Тебе надо комнатной температуры пить Потому что они горячие И у них такая прям обмен веществ Очень бурные Они все деятельные Они лидеры А третий тип — это капхи Это такие богатыри, которые склонны к отекам Они очень легко полнеют Они жалуются, что ничего не едят Но они полнеют здесь же У них там свои особенности Но очень легко выводить из дисбаланса таких людей Соблюдая просто правила, которые дает Аэруэля А вот этим последним что нужно пить? Им теплую воду Они слизь Они холодная слизь И их надо разогревать Вот, поэтому Вот такие ритуалы Выпить там теплую воду Кому-то комнатной температуры Кстати, вот лен Я тоже рекомендую капхам Потому что у них вот эта слизь Очищается из кишечника И потом им вообще надо вставать в 5 утра И пить теплую воду в утренние часы Потому что если они будут вечерние пить У них будет склонность к отекам А они не любят Они не любят спортом заниматься И вставать рано Но вот только вот какие-то вот такие действия Утренние ритуалы им помогут Вот это вот там Заняться собой Написать там свои Сесть Выпить чашечку кофе После стаканчика льна Да, там И сделать зарядку определенную Я, например, в утренние ритуалы Включаю око возрождения Это такой комплекс Кстати, он подходит для капхи И для питы Око возрождения Комплекс из 5 упражнений Я уже делаю 22 года Каждый день Да ты что? Да Это, во-первых, это не просто йога Это упражнения, которые дают много энергии В принципе, у нас все на энергии Да, и все отношения наши Коммуникация Деньги Бизнес Естественно, да Это все складывается на энергии И задать себе такой энергетический Такой вулкан утром Это вот я уже поняла Что мне это очень нравится Потом это можно делать На автомате Быстро Даже если тебе сильно некогда Там можно 2 минуты потратить Можно 15 минут делать То есть очень гибко У тебя в телеграм-канале есть ссылка на это Око возрождения? Да У меня это есть Я постоянно напоминаю И вот мои пациенты Которые вот сейчас у меня на наставничестве Они тоже делают Причем я даже уже забыла Оказывается, это нелегко Я вот так вот рекомендую И люди, когда я путешествую Все вокруг меня Начинают делать Око возрождение Ну правда, пока только 2 или 3 человека Продолжают дальше Но в процессе пока ты с ними Они в твоем поле Они делают Да Они все делают В общем-то Это очень интересное упражнение Рекомендую И, кстати, оно очень омолаживающее Знаешь, мне кажется, что сейчас Прошло время Сказать, почему ты имеешь право Вообще говорить о молодости Не только потому, что ты косметолог Понимаешь? Мы можем сказать о твоем возрасте? Я, например, горжусь вообще тем Как ты выглядишь? Ну да, совершенно Вот неделю назад Мне было 53 года Я не стесняюсь Потому что, в принципе Вот этот физический возраст Он намного не такой страшный Как психологическое старение Скажем так Абсолютно Вот, потому что Когда ты чувствуешь себя молодым Ты в любом возрасте можешь Влюбляться, ходить на свидания Начинать новые проекты Как я сейчас, например Начинаю всё постоянно Вокруг меня одна молодёжь Там какие-то запуски делает И я здесь же И я, в общем-то, даже Совершенно И давай, чтобы не было иллюзий У наших зрителей На тему того, что ты такая, знаешь, бабочка Вся себя, значит, это самое Всю жизнь занимаешься собой У тебя двое детей У тебя двое внучек Да У меня двое внучек У тебя большой бизнес Да И ты находишь время И для себя И для всех окружающих И это на самом деле Женщины, которые обладают энергией Вот ты сейчас начинала говорить Это как лампочка, знаешь На которую летят, собственно говоря Все как мотыльки И это очень важно Чтобы она сохраняла энергию И ты сейчас затронула такую тему Очень важную Психологический возраст И ты сказала, что Не так страшно стареть физически Как психологически Потому что Когда мы поддерживаем Вот этот уровень энергии Вот как мне кажется И вообще молодость Это когда ты Все время чего-то хочешь Тебе все время интересно жить И я уверена, что Это можно в себе Помогать себе Поддерживать Вот этот уровень энергии Вот это вот желание жить Да Совершенно верно Вот какие у тебя секреты красоты Секреты молодости Как ты поддерживаешь себе энергию? Во-первых, я постоянно учусь Я постоянно желаю что-то знать Я постоянно хочу что-то изучить Мне все интересно Во-вторых, я очень уважаю пространство свое Поэтому я не трогаю пространство Дети выросли У внучек есть родители Я их очень люблю Я им даю свою любовь Но я, в общем-то, постоянно С ними не нахожусь Они все знают, что у меня интересная жизнь Что у меня есть свои интересы И мы уважаем пространство друг друга Скажем так Обязательно надо заниматься любимым делом То есть если я вот нахожу Для своего дистрибьюторского центра По профессиональной косметике Средства То я точно знаю, что эти средства Мне нравятся Я использую их сама Ты влюбляешь Ты влюбляешь К тебе заходишь Понимаешь, там вот такие вот витрины И ты до этого ничего не хотел Но эта женщина начинает рассказывать Вот этот еще порошочек попей И ты же понимаешь Я начинаю хотеть этот порошочек И хотеть вот эту масочку Которую ты даешь И каждый раз, когда я ее намазываю Я думаю о том Я вспоминаю, насколько ты мне говорила Что она полезна И с этими мыслями, понимаешь Я ее на себя наношу Здорово Я вообще так рада Что я, в принципе, ничего там сильно так не продаю Нет, ты просто рассказываешь Да, и косметологов я также учу Просто вы просто делайте пользу Потому что, когда ты искренне То, что себе посоветуешь Ты и человеку посоветуешь У меня такие принципы экологичные Очень тогда действительно будет польза И у человека, и у тебя вдвойне за это То есть не надо Вот это вот, когда к косметологу заходит пациент Вот видеть там, посчитать Сколько там денег уже заработал Это вообще считывается Это другой уровень Это другой уровень косметолога, мне кажется Ну, конечно, мы растем постоянно Мы все когда-то в таком уровне Потом в другом Но вот это Я как учу своих менеджеров в офисе И в клинике всех работников Говорю, что деньги — это справка Которую выдают за нашу реальную помощь людям То есть вот помогите человеку И он вам уже выдаст вот эту справку И чем больше ваша помощь Тем больше вам вот этот денежный эквивалент справки Поэтому все очень просто На самом деле Я когда и консультирую И вот в наставничестве Я объясняю, насколько все просто Насколько и молодость И любить свое тело Понимать его Потому что любая болячка Это, собственно говоря, разговор Нашего тела с нами Потому что по-хорошему мы не понимаем Нам вот там подсказывают Выпей что-нибудь Какого-нибудь цинка от воспаления Или магния Расслабься хотя бы Ну не, мы не понимаем Пока нас там вот так не положат Вот, потом уже лежишь Такое, ну спасибо Болезни, что нас уложил Вот, ну, к сожалению Иногда и так бывает Вот, но, в общем-то Главное понимать И все это очень легко Это легко, когда тебе Это доступным языком Объясняет кто-то, кто это знает А многие женщины Об этом даже не задумываются И вот раз уж мы с тобой Начали разговор о теле Когда мы с тобой Прежде это обсуждали Ты тоже сказала такую интересную фразу Что без тела Ведь у нас не получится Получать удовольствие От этой жизни И мне тоже эта фраза запомнилась И я уверена, что Среди твоих пациентов Встречаются люди Которые не чувствуют себя Не чувствуют своё тело Как будто у них связь разорвана Вот, что ты делаешь в эти моменты С ними? Ну, это особенно Что рекомендуешь? Да, особенно проявляется У людей склонных к полноте Потому что они не чувствуют И они себя увеличивают Чтобы вот тело увеличивается Ну, почувствуй хоть вот таких размеров Ну, почувствуй себя И поэтому таким пациентам Я вот прям прописываю Выучить, во-первых, чувства Какие у нас есть И говорить всем о том Чуть ли там не каждые 10 минут Поставить будильник Что ты сейчас чувствуешь Что ты сейчас испытываешь Отслеживать, да, своё состояние Прям вот к этой осознанности Мы вот прям Ну, это коучинг какой-то, да Где, в общем-то, человеку предлагаю Почувствовать себя Вот я, кстати, проходила Несколько даже твоих курсов Мне очень интересны твои методики И мне очень понравилась такая фраза Вот ты всегда любил розы А может, ты что-то другое любишь? Перепроверь Я вот, кстати, вот этот список Что тебе нравится Часто пересматриваю Он меняется И меняется с возрастом Даже с нашим месячным циклом у женщины От сезона, года Ты какие-то знания получила И у тебя уже мышление поменялось И вкусы поменялись Да, и это здорово И поэтому, когда вот женщина просто Вот сидит там при свечах Я прям даю задания своим пациентам Вот тебе сегодня там Или когда там Найди, пожалуйста, вечер Чтобы тебя никто не беспокоил Поставь свечку Сделай там себе чай прекрасный Или что там ты хочешь И прям посиди с листком бумаги Кстати, у меня в утренние ритуалы Тоже входит с листком бумаги Я обожаю посидеть Прописать Что я чувствую А с чем я думаю Потому что листок бумаги Как раз тебе помогает Рефлексировать элементарно Да, да Потому что вроде как Ну я подумала туда, там туда Мысли убегают А вот рука не сильно быстро пишет Поэтому мысли ты фиксируешь И потом вот это все интересно смотреть И это прям разговор сам С самим собой Прям вообще я рекомендую А что ты предлагаешь писать на листе бумаги с утра? Своё состояние в сегодняшний момент или как? А вообще вот есть такая методика Она предлагает просто с утра Вот только вот проснулись Сразу сесть, взять листок бумаги И что тебе приходит в голову? Прям писать Вот даже начинаешь там писать Начинаешь писать Вот я не знаю, что мне писать Я прям вот А что же мне написать? И потом берешь и пишешь И ты такие гениальные вещи пишешь Ты отвечаешь на свои вопросы Которые давно тебя беспокоили Ты прям чем-то восхищаешься За что-то кого-то благодаришь И прям вот после этого Десятиминутного прописывания Ты просто такой весь счастливый Идёшь, и ты уже понял себя Ты пишешь своё внутреннее состояние Как контакт с собой Просто наедине с собой побыть Потому что мы же всё время Какими-то внешними факторами заняты Мы сами с собой мало общаемся Да, это прям как свидание с самим собой Это же так вот интимно И это прям вот интересно даже Кстати, вот что такое влюблённость с собой? Это у меня есть Это начало вообще всей моей работы Это когда тебе интересно быть собой Когда ты вот прям вот кайфуешь от того Что вот у тебя есть вот это время с собой Ты не бежишь там куда-то Паузы заполнять кем-то А ты вообще всегда можешь найти Вот эту прям прелесть Вот просто обнять себя И пообщаться с собой Вот это прям возвращение к себе Ну это по сути медитация Кстати, медитации тоже очень люблю И использую Вот как соединение с собой Со своим высшим я, так скажем Вот поэтому это всё работает Чтобы прийти в себя Почувствовать себя Почувствовать себя истинную Что же я хочу Потому что, ну правильно, как ты говоришь Мне тоже очень нравится Пока ты не знаешь, что ты хочешь Как вообще могут другие узнать, что ты хочешь И дать тебе это Да, пока ты не будешь любить себя Тебя не могут любить И, кстати, и ты тоже Пока ты не полюбишь себя Ты других тоже не можешь любить Это очень прям такой под вопросом большим Я люблю всех А вот себя не хватает время Когда у тебя ничего нет Что ты можешь дать другим? Абсолютно Поэтому вот я предлагаю Всегда наполниться женщине самой И тогда мы уже можем Там что-то подправить Как вишенка на торте Вот эта косметология И она уже несёт Вот эту свою наполненность Энергичность Радость, счастье Уже к другим людям И уже других согревает А у тебя были случаи Когда Вот мы сейчас говорим о том Что наше внутреннее состояние Влияет на то, как мы выглядим А были ли у тебя случаи Когда к тебе приходила женщина Ты её внешне меняла Она вставала Смотрела на себя И она менялась внутренне Ну, то есть это, знаешь Вот как бы В двух направлениях работа Ведь наверняка были Ну, да, конечно Когда вот женщина говорит Что, ну, пожалуйста Я не могу на себя в зеркало смотреть Ну, вот сделайте Да, вот сделали И она тогда подходит Ну, вот сейчас мне приятно Смотреть на себя в зеркало Я сейчас там счастлива И у тебя с другим настроем пошла Да, она пошла Но, к сожалению Такое ощущение внутреннее Оно ненадолго Ага Потому что у нас всё равно Вот эти вот съедаются мнения И так далее Поэтому я предпочитаю С таким человеком Ещё прорабатывать Вот его внутреннее состояние Тогда я знаю Что эта женщина Ещё надолго будет Нести свою красоту Которую мы вот ей Здесь сделали Потому что, да Поначалу моей практики Я так и делала Я вот Да, я очень Внешне Причесала всё И отправила Да, да Я очень люблю Так качественно Поработать с лицом На всех Слоях кожи Я очень хорошо знаю Анатомию кожи Вот это всё Подвязать На всех связочках Вот Но, к сожалению Эффект Непродолжительный Слушай, ты один из Немногих косметологов С которыми я разговариваю Который вот так честно Говорит о том Что, ребят Эффект Непродолжительный Второй постулат Косметология Не омолаживает И это на самом деле Очень смелое заявление Ну Оно Моей практике Я уже подтвердила И как бы К себе тоже Я потому что Да, у меня клиника Там Очень хорошее оборудование Потому что Я её покупаю Вот как для себя Я не пойду Да Не отдам там Своё лицо Какое-то Некачественное оборудование Поэтому Всё для себя У меня Маркетологи Меня постоянно ругают Татьяна Викторовна Мы это не окупим Это когда же Вот это вот За такие деньги Я говорю Ну В общем-то И не надо Я буду уходить На хорошее оборудование И как оказывается Уже потом С течением времени Что Даже туда Очередь Записи Ещё не хватает Ещё вторую Захотят купить Очень многие Иностранные Мои пациенты Они прям Обижаются Когда русские доктора Говорят Ну сейчас Я из тебя Сделаю красивой Я до этого была А я вот это Сейчас не очень красивая Или вообще Некрасивая Так я же Она рыжая Она конопатая Она там Вот-вот Ну как бы По нашим канонам Да Вот у нас русские Очень зациклены На красоте Украинские Женщины Вот Поэтому Моя фраза Всегда Я сейчас Вам Подчеркну Вашу красоту И продлю её Насколько вы Сможете И молодость Да Поэтому Ну и вот И всегда Даю рекомендации По здоровому Образу жизни По питанию По какой-то там Нутрициологической поддержке Если это Необходимо И конечно Первое Даже мне кажется Это вот Образ жизни Потому что Красота Это уже Ну вот Как бы Следствие Скажем так Вот этого здорового Энергичного тела Слушай Я знаю Что ты У нас В городе Сейчас просто совпало Что я в Тюмени Ты в Тюмени Мне удалось К тебе прийти на приём И я знаю Что потом Ты уедешь Я уеду И сложно Прийти к тебе Физически Только те Кто живут В Тюмени И попадают В те дни Когда ты здесь Бываешь Как можно обратиться К тебе Ну Во-первых Я даю сейчас Консультации Вот на которых Я подбираю Вот эту формулу Молодости Вот конкретно Вот я прям Мы расписываем То есть На консультации Я подбираю Эту формулу Молодости Потом У меня Есть ещё Курс Омолаживающий Да Такой Который Называется Осознанное омоложение На котором Я обучаю Женщин Подбирать Самим Эту формулу Молодости Себе И своим Близким Потому что Многие пациенты Вот у меня Уже прошли Некоторые И пациенты И косметологи Они хотят Во-первых В своей работе Это использовать Вот эту формулу Молодости Для своих Пациентов Также Женщины В семьях Это используют Они начинают Понимать Своих детей Своих мужей Как правильно Их кормить Какой образ жизни Им предлагать Вот это Очень интересная Работа Это мы делаем На курсе Кстати Первый урок Это Как влюбиться В себя Он так и Называется Как это Понимать Своё тело И так далее Там мы разбираем Полностью Как ухаживать За своим телом И конечно Косметологические Процедуры Мы разбираем И уже Третий вариант Это Наставничество Наставничество Где я уже Помогаю Создать Эти утренние Ритуалы Утренние Привычки Какие-то Правильный Уход Вернее Не правильный А подходящий Человеку Уход Образ жизни Это уже У меня Наставничество Где я В общем-то И онлайн И если Есть такая Возможность Мы и оффлайн Встречаемся А как И косметологу Если я здесь Нахожусь Я обязательно Делаю Сама Эти процедуры Или у меня Есть замечательный Штат Клиника В котором Врачи И они делают Процедуры Они со мной Всегда Советуются Поэтому у нас Вот такая Работа Совместная Коллективная Я тебе хочу сказать Что ты ведь Еще и в разных странах Рекомендуешь Косметологов Когда я к тебе На консультацию Прихожу Таня Посмотри Что со мной Ты говоришь Так сейчас я дам Контакты Где в каком городе Я в Дубае Значит пойдешь Вот к этой девочке Скажешь что от меня Она тебе все Хорошо сделает Косметолог Это образ жизни Хочу сказать Это не профессия Поэтому У меня много Да там Друзей Знакомых Я часто езжу На конференции Различные Симпозиумы Там мы встречаемся Обсуждаем Например Мой личный Косметолог Вообще живет Во Владивостоке Мы с тобой В последний раз Были на концерте Классической музыки Ты меня пригласил Я тебе за это Очень благодарна Потрясающий концерт Где все В свечах Честно не очень популярный Мне кажется Мне кажется Наличие свечей Очень популяризировало Классическую музыку И ты приходишь туда Я во всех случаях До этих свечей Так сильно Классические концерты Не посещала Сейчас прям С огромным удовольствием И ты мне сказала Такую фразу Просто на ушко Шепнула Классическая музыка Омолаживает Я Чтоб ты понимала Слушала в два уха Потом вот эту Классическую музыку Какие еще Ты знаешь Вот такие Я не знаю Как это назвать Фишки может быть Которые Ты сама применяешь И рекомендуешь Своим пациентам Именно для того Чтобы сохранять Своё состояние И как следствие Быть более молодой Вообще Это включать Свою фантазию И Что ты имеешь в виду Любой негативный Какой-то Да Наш Ну все равно Мы живем Мы живем на этой земле Да Нам надо иногда Что-то сделать Какие-то уроки проходить Да Уроки проходить И так далее То есть я всегда Вот у меня какая-то Такая привычка Превратить Вот даже нелюбимое Какое-то дело Мытьё посуду Допустим Да В какое-то Прям задание Себе дам То есть допустим Смываю там Какую-то Негатив Да С посуды Я там Я очищаю там Своё пространство Там смываю там Всё там Из прошлого Что-нибудь такое Придумаю постоянно Вот Потом Классическая музыка Я когда Была в Австрии Много раз И я Ходила на Венские концерты И я Вычитала Что именно Была в народине Моцарта В Зальцбурге И там Как раз Я Изучила То что Музыка Моцарта Она Совпадает С воздействием Пептидов Омолаживающих На кожу Вот Поэтому Я отсюда Сделала Вывод Что В принципе Любая музыка Позитивная Особенно Моцарта Она работает Омолаживающе На нашу кожу И я предлагаю Прям включать Классическую музыку С утра С утра Можно Можно и вечером Когда вы сильно уставшие И вот Представлять Как ваши клетки Они прям Танцую Под эту Моцарта Позитивную музыку И в принципе Танцую Омолаживаются Кстати Танцевать Я вообще люблю Я когда Зубы чищу Я танцую Бачату Я приседаю А ты танцуешь Да Я выучила Кстати Курс Бачаты Вот Замечательный Я обожаю Учиться Поэтому Я нашла Этот курс И чтобы Совсем Не сидеть Долго Сейчас больше Онлайн Допустим Да Если там За границей Работаешь То я обязательно Включаю Так Я сегодня Должна потанцевать То есть у меня Вот все Распланировано Зарядка Вот вода Да Там общение С интересными людьми И танцы Это прям Обязательно Мне кажется Вот танцы Ты сейчас Эту тему подняла Это вообще История Как раз Про контакт С собственным телом И мне кажется Что каждая женщина Она в принципе Должна танцевать Просто знаешь Вот когда я общаюсь С женщинами И поднимаю Тоже вот этот вопрос Они говорят Потому что слушайте Да Но я когда-то танцевала Я забыла Я совсем забыла Что вот в принципе Можно Чтобы ты понимала Я тоже иногда В суете своей Забываю Что можно потанцевать И раньше когда-то Когда я была помоложе Побеспечнее У меня было Слушай Ну я тоже Знаешь Не 16 У меня был прям тоже ритуал Ведь какое состояние После того Как ты потанцуешь Контакты с собой Контакты с собственным телом Когда ты двигаешься Там у тебя Чего Дофамин вырабатывается Дофамин Серотонин Я кстати у тебя Часто подсматриваю Что ты там С утра там Станцевала Что-то на балконе Вдохновляет Да Вдохновляет Кстати Я правда не умею У меня проблема Я не умею себя Так вот это записывать Как я там Пеку гречичный хлеб Там я Делаю там Чечевичные блины Или там Да Из пшена Оладушки Я обещаю Что я научусь Курс парился Курс по запуску Значит там Курса И так далее Я столько всего Вот этого Учусь Я стараюсь Потому что Это правда Нелегко Вот если ты никогда Не встречался Как снимать Вот это на разных Там кадрах Это все делать Красиво Надо Слушай Зато никто так Не колет Не колет Как ты колешь Поэтому знаешь Я конечно Колю красиво Но рился Тоже надо Научиться делать Вот Поэтому приходится Всем этим заниматься И еще И из таких Вот омолаживающих Я считаю Это Смотреть На закаты И восходы Солнца Это вот Я везде нахожу Восход солнца Это вот Встать Там найти Вот это вот Место Найти эту Щель между домами Иногда Да Иногда Прям я Я выбираю Если там Допустим Комната В гостинице В апартаментах Да Или там Дома Обязательно Чтобы это был Восход и закат И вот Побывать В этом Свете Закатного Или восходного Солнца Или я Кстати я бегаю Сначала на тебя Посмотрела По утрам Я обязательно Вот око Возрождение И у меня Если это вот Все красиво И позволяет погода Я пробежку Обязательно делаю Вот И вот Именно вот Когда Чтобы полюбоваться Причем В удовольствие Чтобы это было Это да Чтобы было в удовольствие Потому что у меня Была такая пациентка Она Она вата Если Значит Да Непонятно Это Это легкая Это такая Ветерок Девочка Которая В общем-то Не способна Там Бегать Спринты На скорость И так далее И она Вот Пошла Бегать Ее тренер А тренер Такая Пита Которая Знает свое дело Она лидер Ей надо Чтобы все ученики Бегали Там на скорость По себе Она по себе Строит Тренировки В общем-то Все так делают И косметологи Тоже по себе Кстати Зачастую Процедуры Вот Поэтому Она ее Гоняла И девочка Обратилась ко мне Уже в таком Пред Гипоксическом Коме Скажем так Когда у нее Голова кружилась Недомогание Она уже Бледнела Значит На коже Там Высыпание Все Она уже Сил не было У девочки Я ей просто Запретила Вот эти тренировки И она говорит Что мне Нельзя бегать Да нет Можно бегать Но бегать В Ате Можно только Наслаждаясь Вот это вот Побежала Полюбовалась Природой Восходом солнца Цветочками Когда устала Отдохнула Села на камушек Вот я бегаю Как вата Это точно Себя не нагружая Ничего плохого Вот Поэтому Даже это А кстати Любоваться прекрасным На что ты смотришь Абсолютно точно Что ты И на себя берешь То есть Я даже Слышала Интересное выражение Бог смотрит На землю Нашими глазами Куда мы смотрим Так покажите Богу Вот эту красоту Красивый мир Поэтому я Когда Куда-то смотреть Я обязательно Замечаю Где-то красивое Чтобы И причем Это навык Это навык Который можно Отренировать Да И вот этот Знаешь Ты прописываешь Нейронную дорожку В своей голове О том Что мы Отправляем фокус Внимание На красивое Это не просто слова Да Потому что Исходя из того Что мы видим Это формирует Нашу реальность Да Когда я это рассказываю Почему-то Многим кажется Что это трудно На самом деле Потому что Непривычно Да Мне кажется Что все это легко Потому что Ты умеешь Вот Ну на самом деле Можно себя Приучить К такому Если у тебя Есть мотивация Если ты реально Хочешь И знаешь Зачем Да То В принципе Это все Да Приходится Вначале Потрудиться Да Как и язык Учить Вначале Да Вот это мы Не умеем Но когда Тебе интересно Становится Даже когда Язык учить Да Я раз И О А медицину Мне почему-то Я взяла книгу По кожным заболеваниям Я их знаю Я их По строению кожи Это прям Мне было Как это Отдушено О Я ж знаю язык Я не могу Книгу читать Потому что я В принципе Знаю кожу Я Вот Я себе Всегда нахожу Что-то Что мне Интересно Чтобы мне Облегчить Это состояние Но я думаю Что это Из вот Любви к себе Что мне А как мне Было бы лучше А как я могу Ещё Слушай Ты сейчас Очень классно Произнесла На самом деле Вопрос Который можно Женщине Задавать самой себе А как мне Лучше То есть происходит Какая-то ситуация Мне нужно Какой-то выбор Сделать Или каким-то Вопросом Повести себя И вот этот Вопрос Который ты Сказала А как мне Лучше Он может Позволить Сделать правильный Выбор И мало Кто его задаёт Мало Кто думает О том Что его нужно задать Потому что это эгоизм С точки зрения Кого-то Это может быть Как это В смысле Мне лучше А муж Вот это вот А дети В смысле Мне лучше Ну на самом деле Счастливая мама Счастливы все Вот Поэтому Я думаю Уже это Все поняли И Нормальные Здоровые Мужья Скажем так Если они хотят Счастья В семье Если они хотят Счастья себе Да Себе естественно И детям То они должны Добиться Счастливой Женщины Ряда Есть такое выражение Мы то Что мы едим Их несколько Таких выражений Мы то Что мы И так далее Вот И поскольку Ты и нутрициолог Тоже То есть ты поняла Что недостаточно То есть нужно Не только мышление Не только внешние Какое-то воздействие Но ещё и через Пищу То есть Через все продукты Которые мы впускаем В себя Тоже менять состояние И внешний вид Человека Вот если бы я попросила Тебя дать Какие-то ключевые рекомендации И рассказать об этом побольше Что самое важное Ты видишь вообще Вот в тех знаниях Которые ты приобрела Чтобы поделиться С нашими зрителями Как и любые рекомендации По уходу за своим телом Питание Это относительно нашей доши Относительно нашей Вот этой классификации Аюрведа всегда Говорит Что полезно Поэтому в принципе Продуктами питания Натуральными продуктами питания Можно скомпенсировать Какие-либо недостатки И вообще потребность Нашего организма Если мы питаемся Согласно нашей душе Это я вот все Расшифровываю На консультации Своей Также Если мы Питьевой режим Соблюдаем Согласно нашей душе Тогда Наше тело Оно Благодарное Оно энергичное Позитивное Осознанное И так далее Наши бактерии Довольны У нас вот клеток Наших 10% Остальное все Микромир У нас Между прочим Поэтому Как мне это Расслышать Поэтому Как мы Вот Кормим Свои клеточки Своё тело Так и Живём Так и живём На самом деле Поэтому Вот допустим Какие-то Ещё Добавочные Нутрициологические Рекомендации Я больше люблю Природные Допустим Мумиё Алтайское Мумиё Кстати Вот оно Более качественное Это такой Иммуностимулятор Рано заживляющий Омолаживающий Препарат Конечно Он там Пахнет У него там Запах Это продукт Ферментации Это комплекс Незаменимых Аминокислот Из 20 Да Аминокислот Состоит Которые Прям вот Рано заживляющим Воздействием Ну я уже Если честно 20 лет Лекарственные Препараты Не употребляю И я больше Вот если Какое-то Воспаление Я так уже Проработала Психосоматикой Мумиё Очень хорошо Помогает Рано заживляющее И кальцевый Обмен Тоже Для женщины Кстати Там Употреблять Его В течение Месяца Как биостимулятор Это замечательный Препарат Потом Хлорофил Допустим Я тоже часто Рекомендую Единственное Для расслабления Я вечером Ещё рекомендую Зачастую Магний Это Купажи Трав Это Пептиды Воздействуют Которые Поддерживают Нашу клетку В здоровом Состоянии Не Изменяя Собственно Говоря Структуру Клеток То есть Это не Химические Препараты Это На уровне БАДов Вот Или Купажи Трав Которые Работают Очень хорошо Это Натуральное Воздействие Потому что Я ещё Даже Когда Училась Нам Профессор Говорил Не назначайте Комплексы Витаминов Потому что Каждый человек Индивидуален И кому-то Нужно Допустим Какого-то Минерала Цинка Побольше Кому-то Магния Побольше И Меди Кому-то Побольше Поэтому Лучше Их Точечно Назначать По потребности Эти Витамины А также Вот эти Природные Препараты В которых Комплекс Микроэлементов Он уже Настолько Физиологичен Что организм Его хорошо Очень усваивает Таурин Я еще очень люблю Что такое Таурин Таурин Это аминокислота Серозадержащая Которая Тонизирующим Свойством Обладает На сердечно-сосудистую Систему Заживляющим Свойством Обладает Омолаживающим Успокаивает Нервную систему Ну кстати Ну это Это Два Тоже Историю Мы скажем Для зрителей Что это Все По рекомендации Врача И это Очень Индивидуально Да Кстати И при Нарушениях Зрения Тоже Таурин Помогает Я как Бывший Офтальмолог Очень Даже Рекомендую Смотреть Значит Надо На Качество Зачастую Вот эти Химические Витамины Они Не Дешевые Вот К сожалению Поэтому Лучше Приобрести Натуральные Препараты В которых Комплекс Вот этих Витаминов Но это Уже Индивидуально Конечно Мы подбираем Смотрим И помогаем Организму Но на самом Деле Более Такой Дешевый И понятный Способ Это Образом Жизни И продуктами Питания Себя Компенсировать Вот этому Я и учу Пациента Очень Ну Индивидуально Продуктами Питания Может ли Еда Влиять На наше Психоэмоциональное Состояние Интересно Узнать На примерах Ну Во-первых Наше Психоэмоциональное Состояние Мы можем Корректировать Едой Да Пациент Допустим Любит Сладенькое Так Да И Он знает Прекрасно Что Да От сладкого Коллагеновые Волокна Становятся Менее Упругие Я думаю Что те Кто любит Сладкое Не знали Что коллагеновые Волокна Становятся Менее Упругими Лучше Б не знали Я так Скажу Да Что старение Наступает Быстрее Что воспалительные Процессы Возникают Вообще Есть сахарное Лицо То есть Это Немножко Сероватое Такое С высыпаниями С морщинами Лицо Я в общем-то По лицу Вижу Что человек Ест О чем думает Когда он спать Ложится И так далее Вот Но Когда Сладенькое Хочет То есть Ему не хватает Радости Да И Зачастую Нам сладеньким Хочется Добавить Радости Поэтому Я предлагаю А чего Вы хотите Радость Получить Может пойти Вот это И сделать На самом деле Легче Пойти Да Купить Вот Или У тебя На кухню Да У тебя Все это есть И получить Это легкое Удовольствие Чем реально Себе Что-то Вот это Получить Сделать То что Ты хочешь Вот Но это Уже Опять Любви К себе К своему Телу Вот Поэтому Солененькое У тебя Надпочечники У тебя Стресс Поэтому Кто вечерком Любит Соленое Искушать В общем-то Надо подумать Как же Стресс Нам снимать А может Там Спортом Побежать Позаниматься Да Или По-другому Отнестись К проблеме Или вообще Уйти Оттуда Где тебе Некомфортно И так далее То есть А остренькое Ну давай Пошла у нас Остренькое Мы хотим Себе добавить Остринку В жизни Нам что-то Ощущение Мы не можем Переварить Да Что-то Не перевариваем В этой жизни Поэтому Нам надо Остренького Добавить Но Вот допустим Каждой Доши Надо питаться Согласно Своей Доши Потому что Остренько Зачастую Хотят Вот эти Лидеры Пит Им надо Быстрее Им надо Вот это Преодолеть Сделать А у них Чем Мне помогает Вообще Распределение По Дошам У каждой Доши Есть Свои Дисбалансные Заболевания И вот У питы Которая Все-таки Хочет Что-то Ферментированное Остренькое Они Быстро Уходят В воспалительный Процесс Вот И поэтому Им надо Сохранять Баланс Если они Съедят Это остренькое У них Будет Воспаление Кишечника Воспаление Желудочно-кишечного Тракта И как Этого Избежать Им нельзя Переедать Им нельзя Перерабатываться Им надо Вовремя Ложиться Спать И так далее Поэтому В общем-то Они питанием Да Вот Они себе А им Кстати Апельсины Вот это Нельзя То есть Они тоже Относятся К таким Разъедающим Судорожность Вспоминаю Свой рацион Если честно До тебя Сушил Вот Хотя Они всеядные Им самое главное Вот это Не перья Да Хотя Вот Холодной Вате Да Им наоборот Чтобы вот Они Взбудоражились Да Им можно Такое Что-нибудь Остренькое Кисленькое Тепленькое Но тепленькое Да Чтобы запустить И также Вот этой вот Капхи Которая склонна К полноте Им тоже Можно Усилить Обмен Веществ Какой-нибудь Кислой капустой Или Да Вот Запустить Вот эту Ферментацию Вот Но тоже Не в больших Количествах Потому что Ваты Могут Начать Желудочно-кишечный тракт К метеоризму То есть Газообразованию То есть Там свои Есть Дисбалансы Поэтому В принципе Мы все Трёх дож Каждый человек Состоит Из трёх дож Просто Какая-то Дож Превалирует И это Ещё Зависит От Времени Года От того Места Где мы Живём То есть Это Меняться Может Это всё Меняется Конечно От Нашего Нашей Деятельности Тоже Меняется От Времени Года Поэтому Человек Который Знает Своё Тело Какой Дож Он Относится Он Даже Может Себе Место Жительства Подобрать То Где ему Будет Комфортнее Лучше Если он Хочет Там Более Такой Расхлабленной Жизни Он Там Выбирает Допустим Там Бали Да Там Где Климат Такой Влажный И Тёплый И так Далее А где Он Хочет Более Деятельно Более Сухой Климат Похолоднее Выбирает Потому что Пита Она И так Очень Горячая И в Тёплом Климате Она Будет Ещё Активнее И Перегорать Истощаться Будет Да Вот И так же Для капхи Она Влажная Она Слизистая Ей Больше Сухую Погоду Наоборот Если Там Дождливая Сильная Погода Она Будет Усиливаться Навпадать В депрессию Вот И Вот капхи Как выходить Из дисбаланса А они Склонны К отёкам Даже Конкозаболеваниям Поэтому Им Надо Двигаться Чего Они Не сильно Любят Где Они Могут Больше Двигаться Им Двигаться Надо Больше Часа Единственной Души Больше Часа Поэтому Где Они Могут Побегать Легко Заняться Спортом Или Более Сухой Такой Тёплый Климат Чтобы Согреть Вот Эту Слизь И Водный Режим Тоже Очень Кстати Важно Потому Что Вода Это Единственный Растворитель Растворитель Нашей слизи И Растворитель Нашей крови Наша кровь Должна Быть Жидкой Когда Мне приходят Пациенты И говорят Доктор Я же пью Витамины Почему У меня Кожа Почему У меня Цвет Лица Так Не захотелось Сразу Делать Витамины Они должны Как-то Двигаться В вашем Кишечнике Если У вас Там Нечему Двигаться Не в Кишечнике То Эти Витамины Не попадут В кровь Кровь Будет Густая То Уже Она Не попадет По мелким Мелким Капиллярчикам Во все Органы И будет Недостаточность Кислородная Поэтому Вода Это Даже У меня Не столько Важно Что вы Едите А сколько Вы пьете На самом деле И если Вы Не можете Поесть Там Вовремя Лучше Попейте Попейте Опять Захотели Есть Еще раз Попейте И на третий раз Попейте И через 15 минут Так у нее все худеют Так можете Особенно Где очень много еды У нас мы там приезжаем Во все Где все включено И там Вот точно Я предлагаю Попейте Сначала Прежде чем Накидываться На вот это Большое количество Еда А какой промежуток Времени От момента Когда ты попила Ты же наверняка Тоже за то Чтобы еду Не запивать водой Еду Не запивать Водой Особенно Там Холодной И щелочной Во-первых Вода должна Быть щелочная И теплой Температуры У нас Температура Кишечники 37,3 И если она там Холодная Сильно-сильно Горячая То у нас Вот начинает Сначала Согреваться Вот эта вода А потом Только Впитываться И через почки Идти уже В кровь Поэтому А если она Кислая Там не сильно Качественная То почкам Приходится Перерабатывать Эту воду Сначала А потом Она только Будет растворять Нашу кровь Поэтому Сейчас Очень много Воды Который PH8 8,5-9 Вот эта Настоящая Вода Которая И то Она должна Быть В стеклянных Бутылках Потому что Пластик Да у нас Идёт Как бы Растворяется И попадает В воду Тоже не очень Хорошо Поэтому Качественную Воду Пить Это просто Вообще Блаженство Для нашего Тела От качества Воды Тоже Очень много Зависит Поэтому Вот сначала Научитесь Пить И у меня Питьевой Режим Он прям Идёт После Мышления Когда мы Изменили Мышление На моём Курсе И также На приёме Мы учимся Пить А потом Мы учимся Есть И ещё Кстати Я стала Очень часто Использовать Вот если Мы говорим Об особенностях Питания Иногда Себе Делать Дни Или приёмы Пищи Без животного Белка Потому что Вегетарианские Ну они Могут быть Да Вегетарианские Кстати У меня Я пытаюсь В моём Инстаграме В телеграм Канале Сделать Вот эти Рецепты У меня Очень много Рецептов Которые Я вот себе Просто Дни делаю Без животного Белка Это прекрасно Очень много Продуктов Можно Да Там Сделать На пшене Чечевицы С зеленью И так далее Гречка У нас есть В ассортименте Вот эти Безглютеновые Каши Обожаю Их Масла Растительные Не рафинированные Потому что Рафинация У нас всё-таки Идёт с бензином Ой-ой Да Вот поэтому Я использую Если там В крайнем случае Для жарки Это масло Авокадо Это единственное Масло Которое При высоких Температурах Она не Становится Токсичная Я не знала Вот поэтому Жарко Если то Масло Авокадо А оливковое Масло И чистое Подсолнечное Там Конопляное Масло Кукурузное Масло Там Лисичковое Есть масло Не очень полезное Льняное масло Льняное Нерафинированное Которое Вы добавляете В салаты Вот эти Жировые Компоненты Они Очень Нужны Потому что Особенно Вот в вате Когда ко мне Приходит Вот такая Тонкая Обезжиренная Скажем так Девушка Да Я сразу говорю А что вы едите Там в коже Просто нет Ни жирка Потому что И коже Фосфолипиды Нужны Наши И так же Нервным окончанием Мейлиновым Оболочкам Нервных окончаний Вот эта вот Оболочка Она строится Собственно говоря Из жиров Которые мы едим А они Жирненькое Вообще Не едят Они не переносят У них печень Не справляется У них поджелудочная Железа И Желчь Даже Вот не вырабатывается В нужном Количестве Поэтому У них Больше Проблемы Вот они такие С тремором Они всего Боятся Они хотят Утром Одно Вечером Другое Но это Подоши Потому что У них Недостаточное Вот это Количество Фосфолипидов Поэтому им Жирненькое Там Рыбку Красную Авокадо Сливочное Масло Обязательно Слушай Ты такие вещи Рассказываешь Интересные Я понимаю Что По сути Вот все Что я до этого Слышала Нет вообще Вот например Есть рецепт Похудения Я сейчас понимаю Что нет Универсальных Рецептов Для всех людей Вообще И это все До этого Была ложь Нет это не ложь Там какие-то Элементы Мы конечно Это ладно Если попадет Понимаешь В твою дошу А если нет Ты человека Можешь измучить Потому что ему Эта пища Не будет На благо И результата Не будет И он разочаруется Обозлится Ладно В лучшем случае Он еще и заболеет Ну вообще Да И вообще Вот сколько я работаю С такими людьми Склонных К увеличению веса Самое важное Не только Не только То что они Едят А как они Это будут Выводить Потому что Если они Недостаточно Пьют теплой воды Если они Не двигаются Если у них Очень много Животного белка Который Дает сгущение Вот этой слизи Уже есть То есть Им только рыбку Один раз в неделю Творог Из молочки Больше Молочку нельзя А они любят Мороженое Кстати Зачастую Им нельзя Это Чтобы слизь Это капхи Я просто люблю Мороженое Мне можно Ты пи Горячее Тебе можно Я к тому Что Когда Работаешь На похудение Очень важно Вот этот процесс Выведения Наладить И процесс Обмена веществ Когда налаживаешь Вот эту Канализационную Трубу Тогда Бог с ним Что они съели В принципе Они могут С этим справиться Но если ты Еще и здесь Делаешь коррекцию Тогда вообще Все налаживается Очень быстро Все легко И просто Как обычно Все легко И просто Когда ты Слышишь Своё тело Тебе Подсказывает То есть Когда Мы Достигаем Той степени Осознанности Когда мы Чувствуем Что нам Надо есть Мы Хотим Вот этот Салат Почему-то С какими-то Пассерованными Овощами А не Со свежими Овощами Потому что У нас Замедленный Обмен веществ Нам надо Помочь Сейчас Организму Или когда Нам сильно Жар У нас В организме Тогда мы Наоборот Холодной Зеленью Все это Охлаждаем Вот Поэтому На самом деле Вот такая Четкая Классификация Это помогает Мне давать Рекомендации Ну и человеку Помочь себе Это так Чтобы доказательная Медицина Где-то была А на самом деле Вообще Человек Настолько Самодостаточная Самовосстанавливающаяся Система Саморегулируемая Поэтому Чувствуй себя Не мешай себе Иногда И все И радуйся жизни Все очень просто Все легко Да Я задам тебе Последний вопрос Прежде чем Мы начали с тобой Это интервью Ты сказала о том Что У тебя есть Потрясающий фильм О микроорганизмах Да Я его записала Когда проходила Психосоматику В этом фильме Как наше состояние Зависит от Наших микроорганизмов Которые у нас находятся И как влиять Можно на наше Настроение С помощью микрофора То есть ты хочешь Сказать сейчас Что микрофлора Управляет Нашим настроением И нашим состоянием Да Как и мы Ей И лучше Если мы управляем Микрофлорой Чем она управляет Нами Совершенно верно Да Это ученые Физики Произвели Исследования Кстати я Еще изучала И вибрационную Медицину Квантовую Физику В которой Мы Прям Доказательно То есть Человек Подумал Допустим Чувство вины Испытал И у него Прям стафилококковая Флора Начинает Расти Или Критика Да Что очень Даже Для женщины Характерно Критика Увеличивает Наш Рост Грибков Вот Поэтому Как Мы Можем Управлять Да Так и Ну Грибки Соответственно Нами Управляют Поэтому Если не мы То они Нас И Лучше Если мы знаем Как управлять Всем этим хозяйством Потому что Тогда мы становимся Хозяевами Своей жизни Этот фильм Можно будет получить Подписавшись На мой Телеграм-канал Которым я Отдаю Очень много Бесплатной Интересной Информации По поводу Вашего здоровья И красоты Можете Подписаться И Будет закреплен Вот этот фильм Как можно Управлять Своей микрофорой Или Микрофора Будет управлять Вами Что тебя Больше всего Вдохновляет В твоей работе Ой Ну конечно Меня вдохновляют Результаты Результаты И вот эти Довольные Глаза Счастливые Моих пациентов Клиентов Например Вот После моего Курса Сознанное Моложение Где мы Подбираем себе Формулу молодости Себе Своим Членом Членом Семьи И так далее Люди Я ничего Я просто Я просто Можешь Результаты Все остальные Результаты Поделиться Поделиться Я всегда рада Поэтому Обращайтесь Задавайте вопросы Будем Дальше Жить И радоваться Легко Просто И счастливо Да Если какие-то вопросы По поводу того О чем говорила Татьяна На вас есть Вы можете Написать В комментариях Я уверена Что ты будешь Просматривать Наш подкаст И отвечать Тоже Нашим Телезрителям С удовольствием Спасибо большое За то что были с нами Оставайтесь Подписывайтесь И естественно Ставьте лайк До свидания